А правда, что Каданников богат, и что трудом тяжелым нажито богатство? Да, он богат, он взращивал наш сад. Об этом помнит ветеранов братства. Геройский труд достоин памяти веков. Пахали все, особо поляков. Каданников же герой со струда, вот геройский труд его я. И он эту эпиграмму воспринял, ну так, с некоторым скептистом. Вот все. Они любят, как это делают фантазийских забот. От утра до утра. Люди строят завод. 40 дней, как нет, Владимира Васильевича, хочется, чтобы вы вспомнили Каданникова. Каким вы его запомнили вообще? Вообще, Владимир Васильевич Каданников – это незабвенный человек. То есть, его забыть просто невозможно. Он стоял у истоков создания проекта, продолжения проекта «ФИАТ ВАЗ». И он же был главным руководителем завода в самый трагичный период в истории Волгского автозавода. Когда десятки обращений к правительству, и к Айдарову, и к Чубайцу, и ко всем остальным руководителям, и к Ельцину. И Владимир Васильевич все-таки сумел удержать наш завод на плаву. Что отмечал и Виктор Николаевич Поляков. Вот сейчас я с Александром Григорьевичем, как говорится, мы беседовали. Он же пришел на завод почти в один день с Каданниковым. И тоже принимал участие во всех зарубежных проектных делах под руководством Башинжаяна, Житкова. Когда запускали завод. И Каданникова. Каданников тоже в определенный период руководил большой группой наших приемщиков в Италии. В Турине. Да, в Турине. И потом были периоды. Поэтому роль Владимира Васильевича Каданникова в создании, в становлении и в акционировании завода просто неоценима. И то, что он относительно рано ушел со сцены, это вызывает большую озабоченность и боль. Была у него и ошибка, одна из нескольких ошибок. Это когда он не включил Виктора Николаевича Полякова в первый совет директоров акционерного общества. АвтоВАЗ. Вот это была его промашка. А так он, конечно, на своих плечах вынес основную тяжесть того, что произошло с заводом. В середине 70-х годов, когда центр запчастей захлебывался от отсутствия деревянной тары, так называемая обрешетка для кузовных деталей и для отправки за границу в том числе. Ну, вы знаете, кузовные детали, это там и крылья, и двери, и капоты. И вот по указанию Зибарева опять, то есть у меня почти все перекликается с моим однокурсником. Мы с ним знаем друг друга с 65-го года. Ведь когда даже Черномырдин учился... Ну, во-первых, с 60-го. А? Ну, с 60-го года, в 65-м мы закончили. Поступили в институт, учились. Да, да, учились в индустриальном, который переименовали в политехнический институт. Вот, и поэтому, значит, я, как говорится, не просто знаком, а параллельно шли наши жизненные пути. И вот, когда я уже работал в центре запчастей, или ОРЗЧ, Управление обеспечения распределения запчастей, И когда были большие проблемы вот с деревянной тарой, то по указанию Зибарева в Белозерках, это мужская тюрьма в Белозерках, правда она сейчас уже закрыта, там уже давно нет никого, вот, мне было поручено создать тарный участок. И я там познакомился с начальником этой тюрьмы, или директором, можно сказать. Его фамилия Генералов, а звание у него было майор. И вот майор Генералов, я когда с ним обсуждал эту проблему, он сильно помог. Я там подружился с бригадирами, сидящих заключенных там, бригады же, несколько бригад было. И когда Каданников был замгенерального по производству, он курировал в том числе вот и отгрузки все эти, и он вот как раз на Зибарева наезжал, что ты давай решай этот вопрос. А там скопились деревоотходы, огромная гора. Ну, когда пилили там эти бруски там, распиливали доски на бруски там, все. И скопилась огромная гора деревоотходов. А чтобы их вывезти на самосвалах, там на выезде двойной контроль. И железными штырями протыкивали эти кучи, которые там это... И две овчарки стоят, значит, ну, чтобы никто не закопался там и не сбежал из тюрьмы. И поручали многим, в том числе и Белякову, заму генерального по транспорту, Владимиру Ивановичу. Вот. И Севякова подключали. И они приедут, проанализируют и говорят, ну, это невозможно. Там уже все так, что что-то нужно придумывать неординарное. Ну, и вот Каданников-Диморевый сказал, кто строил этот участок, кто создавал. Он думал головой. Вот давай, Селиков, пускай едет и разгребает эту кучу. Ну, я опять к майору-генералу, там все, и договорился с ним как. Вот. Мы привезем сюда обратную лопату. Это вот такой на базе гусеничного хода ковш, который через тебя кидает там землю или там песок там и там все. Ну, и в том числе вот мусор там. Вот. А вы мне обеспечите режим такой, что мы будем закидывать в самосвалы, но только, он говорит, можно, но только придется загнать всех заключенных в казармы на несколько часов. Вот. Ну, это ты уж давай вот с бригадирами договаривайся сам. А я говорю, а вы закройте глаза на мои взаимоотношения с бригадирами зэков, да? А мы там, и я привез там несколько десятков пакетов чая, сигареты с бригадиром, главным бригадиром там я пообнимался им, отдал все и говорил, вас закроют на там 4 часа. А Каданникова я попросил через Зиборева, что мне нужно 10 самосвалов, потому что то, что выделяют один, он пока ходку сделает, приедет опять, а это мы там сделаем все. Ну, Каданников вначале согласился, и когда я это дело организовал уже, и привез эту обратную лопату, вот, это тоже отдельная эпопея, потому что, чтобы ее доставить, надо было согласовывать и с санэпидстанцией, и с ГАИ там, и со всеми, и с высоковольтными проводами там, и все. Вот. А я на этом разрешении понаставил печати у жены своей, взял все штампы, какие у нее есть, она врач-педиатр. Я их ставил и так поворачивал, чтобы прочитать было трудно. Короче говоря, когда мы начали эту эпопею, и грузить начали, я звоню Зибореву и говорю, Каданников обещал 10 самосвалов, а у меня всего 2, ну, выделили. Мы не успеем, либо меня увольняете, либо, значит, пусть кто-то занимается этим сам. Ну, и Каданников не поверил, что 2 самосвала это мало, и сел в свою, там, по-моему, уже шестерка была, или гибридная тройка, не помню. Вот. И приехал в тюрьму Белозерскую, заезжает, ворота открыты, собаки на привиде, там, это самое, охрана там стоит, он заезжает прям внутрь двора, где грузят эти самые. И меня под локоток взял и говорит, ну-ка, расскажи мне, что тут там сотворил. А я говорю, Владимир Васильевич, вы сначала расскажите, как вы попали на завод, и что, и как, я же вас ведь практически не знаю. Вот. А тут, я говорю, вот такой момент можно, как говорят, неформально поговорить. И мы круга 3 прошли по тюремному двору, он мне там рассказывал и про Нижний Новгород, и что он там практически сирота был, практически, потому что бабушка его воспитывала. Вот. И что он был ученик слесаря, а я ученик токаря, ну и мы там, значит, поговорили с ним. Вот. Да, он тут же позвонил, да, с, вот, от начальника тюрьмы там, и самосвалы пришли, правда, не 10 пришло, а еще 6 там. И мы эту кучу, да, и он потом повернулся, сел в машину и уехал. И мы эту кучу убрали практически за 4 часа. Зэки довольны, у них чай, сигареты, вот, кучу убрали, Каданников доволен, Диборев тоже доволен, что проблему сняли эту, вот. Но вот только с этого времени я с начальником тюрьмы договорился, что два самосвала должны за сутки, значит, вывозить, ну, там, до рабочей смены все, вот, дерево отходит. Вот так вот, и этарный участок, это работало очень долго, вот. И вот так я с ним, как говорится, как я говорю, я с Каданниковым познакомился близко в тюрьме. Георгий Кузьмич, а можете назвать вот три качества, на ваш взгляд, которые характеризуют Владимира Васильевича? Я, первое качество, которое, вот, могу сказать, он мудрый мужик, даже хитро-мудрый, вот. Вот, и второе качество, которое я в нем ценил всегда, это великолепное чувство юмора. Он мог шутить беззлобно, безобидно, но очень в точку, вот, то есть, у него чувство юмора великолепное. И энциклопедические знания, то есть, он вообще и начитанный, он еще и в настольный теннис любил играть, Это я знаю, он это мне говорил, когда узнал, что я турниры проводил по настольному теннису в Тольятти. Вы же, никто это не помнит и не знает. А я три турнира всесоюзного значения провел в городе Тольятти. Он это знал, он там все, поэтому он, и он практически никогда не предавал своих близких друзей. А в Тольятти ветра много разных забот. От утра до утра люди строят завод. А в Тольятти ветра много разных забот. От утра до утра люди строят завод.